Кожаные куртки вместо пиджаков и рёв моторов вместо музыки по радио. Эти люди комфорту автомобильного салона предпочитают скорость и свободу передвижения. К мотопробегу по химкам готовится множество людей разных возрастов и профессий. А где вы работаете? Я работаю в Роспотребнадзоре. Дмитрий за рулём мотоцикла более 30 лет. Начинал с отечественного автопрома, сейчас его выбор – Хонда Голдвин. Говорит, мотоцикл как хорошая обувь, должно быть комфортно. В своё время на нём пересёк всю Европу и добрался до Ла-Манша. Автомобиль Дмитрий тоже водит, но ощущение езды на мотоцикле не сравнить ни с чем. Надышаться можно только ветром. Я думаю, что этим я всё сказал. Ветер, свобода. Тем более, конец 80-х, начало 90-х, так называемые лихие 90-е. Ну, перемены в стране. Поэтому, ну, хотелось как-то самореализоваться. Поэтому сел за руль мотоцикла. Большинство этих людей – противники слова «байкер». Предпочитают называть себя русскими мотоциклистами. Ведь первые противопоставляют себя обществу и принятым социальным нормам. А вторые просто выбрали мотоцикл как способ передвижения. Более опасный, но зато городские пробки – не помеха. Около 70 мотоциклистов выстроились возле арены «Химки». Сейчас они соберутся в колонну и поедут по улицам «Химок», чтобы открыть мотосезон. А разрешите с вами? Да, конечно. Поехали. Поехали. И вот старт дан. Колонна из мотоциклистов проехала по всем главным улицам округа. Организаторами пробега выступил мотоклуб «Ночные волки». После проезда по городу на парковке баскетбольного центра «Химки» прошли дружеские соревнования по мото-джимхану. Абсолютно традиционная вещь, очень нужная в быту. Узнаешь способности своего мотоцикла и расти можно бесконечно. То есть для этой дисциплины не требуются какие-то сверхмощные мотоциклы, какой-то тюнинг отдельный. Нет. Вот на чем есть, на том катаешься, тренируешься, асфальт для всех одинаковый. Суть – пройти трассу на время, выполнив несколько фигур на мотоцикле. Несколько крутых поворотов, разворот на 360 градусов, ускорение, упражнение «улитка». По словам мотолюбителей, выполнить их не составляет особого труда, ведь с такими испытаниями они каждый день сталкиваются на дорогах. Все участники проходили испытания меньше, чем за две минуты. Мотосезон в Химках открыт. Пора на дороге за скоростью и свободой. Главное наставят мотоциклисты всегда помнить о безопасности. Ксения Брагина, Алексей Сыченко. Новости Химки ТВ.